привет дорогие друзья и подписчики так зоотроп снова с вами сегодня мы в киеве и находимся мы на софиевской площади сзади нас разбирают новогоднюю елку сегодня у нас 19 января крещение по всему киеву обустроены места для купальни но сегодня не об этом сзади вот там происходит движение по поводу суда порошенко тоже не об этом сегодня сегодня в канун 19 числа канун крещения в одном из главных храмов киева как я уже сказал софии киевской произошло чп то вчера 18 числа накануне вечером был сильный ветер и обрушился крест не самого главного купола скажем так слава богу но при этом этот все равно очень плохое такое предознаменование скажем так и чак сейчас мы прогуляемся вовнутрь непосредственно софии киевской на данный момент это действующая церковь но это музей очень много уже лет очень красивая историческое место которое советую посетить каждому туристу который приедет в киев и в украину в том числе итак мы сейчас с вами двинемся на территорию я сказал софии киевской и покажем вам всю эту красоту изнутри конечно же покажем то место где обрушился трехметровый большой крест итак оставайтесь с нами за троп работает для вас мы ищем новые места мы стараемся быть в курсе событий сразу и все вам показывать итак с вас подпиской лайком и двигаемся на территории софии киевской так напомню софия киевская в этом году весь заповедник попал под программу президента украины под названием волы к реставрации это очень приятно очень хорошо потому что тем более что вы видите какие происходят действия по поводу его разрушения вы видите ансамбль софия киевская внесен список юнеско наследия вот есть памятный знак построена она была в одиннадцатом столетии есть вот такая вот миниатюра очень красивая перед входом так и теперь мы направляемся вовнутрь так перед нами главный вход звонница софии киевской и так вход на территорию делится на несколько частей есть для просто вход на территории 25 подъем в звонницу 100 территория софии собора 125 если все вместе то это 225 гривен и так полный билет 225 гривен так не постарайтесь показать вам полностью все и так двигаемся вовнутрь так дорогие друзья мы сегодняшнюю нашу экскурсию начинаем не с плохого момента низкой 100 который руку а непосредственно с подъема в звонницу ту которую мы показали вам начале ролика мы идем по ступеням вверх так вот на самом верху под куполом звонится вот мы вошли на территорию ведь это территория как раз отсюда откроется лучший вид на крест который рухнул и так смотрите вот такая красота этого здания и вот то самое место откуда вчера сорвался крест я рассказал прямо ведь в преддверии большого праздника крещения господня до всех с праздником друзья пусть будет мир в ваших домах независимо от того на каком языке вы говорите в какой стране вы живете какую веру вы поддерживаете и исповедаете так а мы с вами сейчас поднимемся на самый на самый верх вот туда видите есть такая лесенка можно пройти отсюда очень хорошо видно как раз то место где собираются в поддержку или против нашего бывшего президента друзья мы сейчас зайдем под самый колокол видите средние два колокола самый большой колокол так и теперь двигаемся наверх хотя конечно поход наверх с тем как там все это порушилась очень такой специфический опасно сейчас начала приблизим сюда вам покажем все эти балкончики а потом поднимемся наверх дорогие друзья мы поднялись на самый верх в башню ведет к вот вниз вид сейчас мы покажем какая красота открывается отсюда на весь киев со всех сторон киев конечно расстроился за все эти годы очень сильно очень много новостроев но не все это так хорошо как кажется так мы еще раз вернемся к этой стороне сейчас мы покажем вам все стороны и дальше пойдем вовнутрь непосредственно на саму территорию как видите здесь тоже вот происходит реконструкция уже вот этой части этой башни где нас закрыта купол закрыт пленкой и крест снят здесь именно снят а там упал вот ведь его максимально близко подошли к тому месту откуда видно упавшие купол скота купол без креста упал нас как я сказал до сильного ветра упал во двор повредил он часть крыши но будем надеяться что его восстановить так двигаемся во двор дорогие друзья теперь мы смотрим на то место где вчера упал крест снизу видите вот поврежденная часть купола и вот сюда во двор он рухнул крест как я уже сказал имел 3 метра высоты то есть довольно таки внушительный большой но он похожий на соседний видите все все убрали все скажем так восстановят так а мы двигаемся с вами дальше видите сделано таким образом чтобы была показана часть кладки древней видео так она была выложена это храм в честь святого князя ярослава мудрого это тот который мы показывали сверху там где происходит ремонт эти купольные части и происходит реставрация то есть вот этого храма начали скажем так президентскую программу очень хорошо и правильно что начали вы знаете многие точно даже когда я показывал мост между одессой черноморском несколько видео назад нашим можете посмотреть там тоже я зацепил скажем так программу великого строительства так называемого многие говорят вот президент же не тогда не начинал его строить многое другое заметьте я в том видео не хотел показать как плохо великое строительство я хотел просто чтобы обратили на это внимание что делается многое не совсем так и на местах скажем так когда доходят из киева моменты все не все все выполняют правильно поэтому они в коем случае не показать что это плохо это хорошо да есть очень многие места где действительно великое строительство великая реставрация на данный момент уже скажем так в пути и я скажу так за эти два года не хочу хвалить опять-таки никого и никого ругать но сделано много и так дай бог чтобы действительно все это двигалось в нужном направлении и меньше в нашей стране было разрушение меньше падала крестов меньше падала мостов и действительно мы жили в благополучии и так двигаемся дальше по территории и 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 Продолжение следует... 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 Какие-то свои моменты, какие-то свои укромные уголки, какие-то свои фрески, которые ему, скажем так, больше по душе, больше нравятся, больше притягивают. Ведь в каждой фреске своя сила, и для каждого она очень велика. Приезжайте, смотрите, посещайте. И так Затроп работает для вас. А мы едем дальше искать интересные места, новые локации и, конечно же, следить за новостями, которые происходят в стране.